Если 3000 лайков набираем, то альбом я кому-то из вас отдам. Всем привет! Это товарищ Сафронов, а это карточки с миньонами из магнита. У меня тут немножечко накопилось, 6 штук именно, и я поэтому вам решил их показать. В прошлом выпуске тоже было 6, посмотрите, какие там были, но мы в этом, наверное, тоже взглянем, когда будем размещать в этом журнале. Распаковываем первую карточку, не будем тянуть, сразу, наверное, первую распакуем, да? Может быть, карточки только, я вот думаю, достать, которые... Ну ладно, нет, сказал не буду тянуть и начал раздумывать тут. Хорошая идея, кстати... Да-да-да, я обманул вас, буду тянуть. Так вот, хорошая идея, кстати, размещать повторки в этой коробке. Ну ладно, давайте так, и... Опс! Так, только, подождите, надо какой-нибудь вот этой стороной, чтобы интригу сохранять. Опс, опс, опс. Так, кто же там? Две карточки. Никак не нумерованы, никак не отличаются. И... Стюарт, и Дэйв, и... Воу-воу-воу! Банан на 4, пистолет на 1, и единорог на 4. Ой, на 5 этот, да, банан на 5. Из-за камеры не увидел. Так, посмотреть. И второй. Озадаченный Карл. Озадаченный. Ну, он действительно озадаченный. Мне кажется, он сам озадачен, что у него такая большая статистика этих карточек. Кстати, в конце выпуска я попробую... Попробую вам всё-таки рассказать вам там правила игры, потому что попросили мне рассказать правила игры с этими картами. Так что я решил сейчас посмотрю и расскажу. Потому что не у всех есть магниты, но просто людям интересно, что же за игра такая с этими картами. Поехали дальше. Следующая. Тык-тык-тык. Ну, надо вот так, с этой стороны, чтобы не палить. Или они всё время по-разному? Да-да-да, одинаково, значит. Располагаются. Рубашка к этой стороне. Открываем. Открываем. Было бы прикольно, если бы там можно было ещё что-нибудь найти в этом пакетике. Так, ну... Ладно. Па-бам! Танцующий Дэйв! И... Вау! Как это нелогично, что у некоторых карточек, которые... Как у задачного Дэйва такие-то касты. Мне кажется, ну, логично было бы размещать статистику как-то закономерно. То есть, ну, какой-нибудь вооружённый, если бы у него был бластер, то и здесь был бы бластер. Если бы он... Ну, например, танцующий Дэйв весьма милый. И я так понимаю, что это типа милота какая-то, да, там. Или где-нибудь там с едой размещали бы там бананы. А так такое впечатление, что просто рандомно эта статистика к этим картинкам никак не привязана. Это немножко обидно. Конечно, карточки сами по себе прикольные. То есть, они большие, такие, в форме пилюли какой-то вот этой, ну, в форме практически миньона, наверное. Если бы они были в формате обычных карт, было бы прикольней. Потому что их можно было бы как-то по-другому, посерьёзнее, наверное, к ним относиться. По-другому, может быть, играть. Можно было бы придумать какие-то ещё игры. А так, ну, вы знаете, обычные карты. Ведь много-много игр карточных с форматом самых обычных карт. Ничто не мешало также их коллекционировать в альбом. Сделать меньше всяких вот этих вставочек там сюжетных, которые там были. И просто так же размещать карты. Ну, ладно. И второй. Это Грю плюс Люси. Вот как её зовут точно. Спасибо, кстати, в комментариях. Написали, что это Люси или Люси или Люси. Вот опять, смотрите, такая сильная команда, да? И у неё такая низкая статистика. Мне написали, типа, ой, да ты не разбираешься в игре. Ну, с чего? Это не такая уж прям игра, чтобы не разбираться. Да и потом я показываю, как покупатель, как обычный потребитель. Я пришёл в магазин, мне дали карточки какие-то. Я их распаковываю и показываю. Я, допустим, ещё не хочу играть. Мне дали карточки в любом случае, если я купил на определённую сумму. Вот и всё. И я показываю эти карточки. Поэтому снимать или не снимать, ну, это решать не вам. Это решать мне. Захотел я снять, и поэтому снял. И там рассказал, не рассказал правила. Тоже тут такое всё относительное. Хотите почитать правила, можете найти их в интернете ровно так же. И здесь я просто рассказываю, делюсь своим мнением, показываю, что мне попалось. Вот такой вот, типа, а-ля лайфформат. Style, лайфстайл видео практически. Так что здесь вариантов быть не может. Так, следующий открываем. Тын-тын-тын-тын-тын. Тын-тын-тын-тын-тын. Опц, опц. И... Воу! Кекс-кролик! Вот этого не было прикольней. Не знаю. Вот знаете, вот есть такое странное чувство, что ты радуешься какой-то ерунде. То есть, это просто картонки. Но они из-за того, что они запечатаны. Какая тебе попадётся? Тебе их там просто так не купить. Тебе ещё их дают за определённую сумму. Там, в 400 или 800 рублей. Эти карточки только. Этот пакетик. Ну, или выпрашиваешь их там. Если стоят, я видел, попрошайки. Дети, которые около кассы стоят. Выпрашивают. Дайте, дайте пакетик. Ну, такое. Странное ощущение. Вот того, что тебе что-то попалось такое, чего у тебя нету. Классно. Наверное, на этом рассчитан этот маркетинг. Но статистика неплохая. И значок кекса. Троечка. Ну, вот. Кекс стрёмный, конечно. Это редкая такая карта. Какая-то суперсильная карта. Это Кевин плюс Бластер. У меня есть одна суперсильная карта. И вот ещё одна. И это не повторка. Круто. Так, открываем следующий. Сразу. Осталось у меня, кстати, два ещё. И, опс. Сбежавший Фил. Ну, вот опять. В чём милость Милотаева? В чём вот это? Почему у него вот это вот заполнено? Ну, и ладно. Ну, тоже. Кстати, мало повторок. И это тоже не повторка. Грюмобиль. Там у меня был другой. Она понятна. Автомобиль, он может быть вооружён. Грюмобиль, он может быть опасен. Поэтому и здесь вот такая статистика. А чё танцующий Дэйв? Конечно, может быть, мультик не смотрел я. Ну, опять же. Ну, ничего-то пока не охота. И в кинотеатр идти, и ни времени нет. Поэтому. Не обязательно смотреть мультик. И потом только делать обзор. Это тоже так не работает. Как хочется, так и делается обзор. Так, следующая карта открывается. И это Крутой Карл. Ну, вот тут вот нормально. Смотрите, он крутой. У него, да. Он так пальцами сделал, типа как оружие. Ну, да. Что-то можно так к этому отнестись. И... О, ещё одна фольгированная карта. Ничего себе. Ещё одна супер. Брейк плюс клавитара. И у него, конечно, тут статистика. Кусок сыра. Воу. И вот она такая блестящая ещё одна. Две суперредкие карты попались. Неплохо-неплохо. Наверное. Наверное. Ну, по оценке этой игры. То есть, этой коллекции. Потому что так-то они ничего не значат, конечно. Но, судя по вот этим, как бы, задачам, которые нужно, что их нужно набрать. Здесь какие редкие, нередкие. То это, типа, здорово. О, крутой Карл. Эх. Жаль. Крутой Карл. Почему не попалась так же суперредкая? Тим плюс лазерный пистолет. Вот это бы у меня было. Крутой Карл был. То есть, одна всего повторка. Ну, наверное, сейчас давайте я лучше те выну. Покажу всю свою коллекцию, которая у меня на данный момент есть. Вы посмотрите. И дальше попробуем разобраться в правилах чуть-чуть. Так, вот моя прошлая коллекция. И вот это. В F-Toy было больше повторок. Можете посмотреть. Ну, давайте так сейчас я разложу здесь все эти карты. Как получится. А пока, ну, с вами обсудим вообще, много ли... Ну, я потому что почитал в комментариях. Кто-то пишет там, у меня столько карт, у меня столько карт. С одной стороны, это бесполезные картонки. То есть, ничего они из себя не представляют. Они, конечно, не нужны. Ну, как бы, никак не пригодятся. Ничего не стоят, понятное дело. Никак их там не продать. Никакой ценности не несут в себе. С другой стороны, вроде это, как бы, такой прикольчик. Но прикольчик, не знаю, вот даже с жетонами. Хоть я там побольше на них бомбил. Но потому что там больше нужно было всякого покупать. Вот. Здесь ты, как бы, тебя не агитируют. Хотя тоже агитируют, конечно, покупать. Все это ради маркетинга. Все это ради продаж. Все это ради того, чтобы купили в магазинчике на большую сумму. Но, вроде как, люди и так покупают в магазине продукты. А тут, получается, еще дополнительный бонус такой. Вот вся моя коллекция этих карт. Не знаю, стоит ли делать еще один выпуск. Или вот разыграть, или отдать, или оставить. Короче, давайте так. Так, если наберем, ну, такую сумму, я знаю, что ролики с миньонами и так далее, что сейчас очень много роликов выходит. И активность, ну, я имею в виду, в плане на каждом ролике небольшая. Хотя общие просмотры, конечно, угу-гу какие. Но по поводу этого, давайте. Так, если 3000 лайков набираем, то альбом я кому-то из вас отдам. Вот. Пишем. Участвую в комментариях. И ставим лайк. И кому-то из вас я на ютюбе напишу, кому. Случайно выберем. Кому и отдам. Если наберем 3000 лайков под этим видео. Тогда этот журнал с карточками подарю. Вот так. Так, ну, на самом деле, тут оказалось довольно все просто. И игры тут три. Я думал, что это для одной какой-то цельной игры. Много всяких классных характеристик. А тут просто три рандомные разные игры. В одну запихнули вот эту вот историю. Итак, значит, первое. Это так называемая игра силомер. Мы видим статистику вот эту. Закрытую, грубо говоря, там. Кладем эти карты. Там, допустим, три игрока есть. Первый, кто говорит, допустим, вот у него пистолет. 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 У этих маленьких, маленькое значение пистолета карт. Значит, эта карта выигрывает. Игрок с этой картой, самый большой, забирает остальные. Потом следующие карты выкладывают. Там, следующий игрок и так далее. То есть, здесь либо в открытую, либо в закрытую. Смотрим, у кого больше какая статистика. Например, на нее делаем ставки. Или, может быть, по всем. Можно, в принципе, такое правило чуть усложнить. И тогда мы считаем количество. Нижние значения у нас никак не участвуют. Только смотрим по этим статистикам. Допустим, если... Ну, что же такое здесь у всех одинаковое, одинаковое. Ну, понятно, что это значение выше, чем у этой карты. Поэтому эта карта побеждает в этом случае. Ну, эта карта вообще... Задачный карл вообще побеждает практически всех. Вот так. Ну, есть, типа, как большие карты, как, знаете, как... Ну, как карточные игры. Есть старшие, младшие карты и так далее. Следующая игра – это кубики. Это, точнее, это кубик. Просто для того, чтобы считать, сколько ходов вот в поле. Когда я распаковывал журнал, посмотрите, распаковку. Там было поле. И чтобы не использовать кубик, можно использовать эту карту. Вытаскиваем карту рандомно, случайным образом. И количество ходов определяет, сколько пройдет фигурка по полю. Ну, и вот это... Помните, может быть, знаете, такую игру с Винтус, если играли. Тем более того. В общем, вы выкладываете карты, пока не появится определенный символ. Как только появится какой-то нужный символ, нужно первому шлепнуть, сказать «шлеп». И тогда забрать карты, то есть побеждает тот, кто вот... Или там быстрее от них избавляется. Ну, в общем, вот такие правила. Сейчас, подождите. Ну да, вот суть в игры «шлеп» в том, как раз, чтобы выкладывать и выкладывать и выкладывать. То есть где-то там были одинаковые, допустим. Выкладывают, выкладывают, кто-то выкладывает карту. И потом раз следующая выкладывается карта с одинаковым символом, кто-то говорит «шлеп» и забирает карты, которые были выложены. Ну, у разных игроков разные колоды, понятное дело. Вот такие игры, собственно, не очень-то и на самом деле интересные оказались. По поводу суперсильной карты, это действует как Джокер в основной игре, где нужно в силомере, где нужно мериться силами. Она, типа, считается как самая сильная высшая карта. Вот, потому что их не так много, ну вот так. Ладно, размещу всех журнальчиков. Нет, 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 нет. Я понял, для чего нужны эти коробочки. Потому что карты запихивать в журнал настолько неудобно, насколько это только можно. Поэтому, когда вам становится просто лень или неохотно туда их запихивать, в этот альбом, вы просто берёте их, складываете и запихиваете в эту коробку. Что я, собственно, и сделаю. Вот так. Вот они вот тут лежат. Так что ждём. Будет у меня ещё один выпуск про эти карты, если ещё накоплю или нет, не знаю. Но пока вот так. Пока-пока, друзья. До новых встреч. И... ну, ставьте большие пальцы вверх, если вам понравился этот выпуск. Интересно посмотреть, любознательно, что это такое. Всё. Всем пока, всем удачи. С вами был товарищ Сафронов. Да здравствует игрушечная... Ой... да-да, заговорился. Да здравствует игрушечная революция. Вот так. Окей, всё. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok